смена матки в улье старой плодной на другую и вывод матки в этом улье вот допустим если надо в семье маточку поменять значит нужно старую матку отсадить в отводок на 2-3 рамках чтобы она продолжала наращивать пчел если допустим матка по печатному расплоду видно что хорошего качества то ее можно на второй год оставлять но в этом в семье будет выводиться новая матка на замен значит мы находим матку и помещаю я ее корпус другой на не на 2-3 рамках вот матку отсадим я сюда матка без метки тихую смену сделали вот значит все отсажено у меня маточка и вот сюда делаю два колодца и сюда сейчас ставлю и сюда я ставлю две буду использовать ее как возле семьи воспиталку вот если не надо много матка лучше одну одну сделать значит можно посередочке ее поставить вот допустим если 8 рамок осталось 4 рамочки сюда одну еще 4 около литка я сейчас буду ставить вот такую прививочную рамку вот здесь 12 на этой 10 можно 7 если матка нужно побольше можно 12 поставить вот такая вот конструкция вот и ставим на два часа на полировку мисочек комплект такие продаются и в пчеловодных магазинах я заказываю в китае попусти пришлют прям в населенный пункт где живешь какой адрес напишешь туда и пришлют туда еще в комплект бигуди идут одно вот сюда ставлю чтобы быстрее привлечь пчел к полировочке и в каждую миску спичкой мед закладываем по стеночкам размазываю вот и вот часа на два на три как по времени можно утром допустим поставить и до вечера вот и вот сейчас на полировку ставлю для прививки на нам нужны китайские шпателя вот не советую никогда экономики допустим если вы выписываете где-то заказываете покупать один или два шпателя дело в том что вот в шпателях чем мягче вот эта пластинка который прививается тем лучше тем легче будет брать личинки то есть даже может быть предпочтительнее купить в магазине то есть сказать чтобы 100 штук вам дали допустим да и выбираете вот как можно мягче вот эта пластинка должна быть можно конечно кто вот любит что-то мастерить можно самому конечно сделать от полировать ее по точке сделать вот это довольно таки не сложно но это вот для тех кто любит это делать вот если как бы нету склонности к такому творчеству то можно даже в магазине вот выбрать чтобы как можно вот тоньше вот эта пластиночка была значит шпателя нам нужны китайские шпатель вернее один вот фонарик налобный фонарик налобный нужен для того что удобнее личинки разглядывать на донышках на донышках надел на лоб его и намного проще выбрать нужную личинку но помимо этого у меня вот допустим светодиодные сделано на свет ну и включаю я освещение вот значит обязательно должно быть тепло и большая влажность в помещении где прививаешь личинки то есть личинки надо чтобы не высыхали они если будут высыхать от сухости то быстро могут как бы испортиться и привьете а смысла нет особенно если начинающий только прививает долго прививка долго идет вот поэтому влажность должна быть в помещении что для этого делаю но вот во первых я включаю духовку ну чтобы температура где-то около 30 градусов было 30 32 градуса но в гнезде в чили нам 34 вот вы рассчитываете вот то есть вот вариант такой у меня ставлю чайники и чайник кипит создает влажность вот пар ну и включая духовку духовку чуть прогрела вижу тепло можно выключать ее вот а чайнички на медленном огне кипят и создают влажность на кухне тепло и влажность и желательно даже вот бывает что на стекле немножечко видно такая как испарение получается вот это вот для прививки в принципе очень хорошо очень если нет возможно конечно можно и по-другому но если есть возможность лучше так у меня стояли до следующего утра вот видно до сих пор пчелы по переднему по передней стеночки бегают матку отсадил вот вот сейчас рамочки буду вытаскивать семья без матки поэтому аккуратненько нам все делать без матки семья более агрессивная и 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 Гнездо пока закрываю. И иду брать личинки из любой выбранной семьи. Вот где у вас хорошие самые семьи. Значит берете личинку. Рамки с личинками, с молодыми. Но самое главное, возьмите пакетик, чтобы эту рамку сразу в пакет положить, чтобы на улице не охлаждались личинки. Вот в таком пакетике рамку. Чтобы личинкам более стабильная температура была. Вот нашел рамки с личинками. Так, что теперь делаем? Вот у нас шпатель. Значит, это раствор прополиса. Я перед работой прополисный раствор. Раствор и кипяченая вода. Промываю. Все, водичку сейчас тряхиваю. Шпатель готов к работе. Так, одеваю фонарик налогный. Ну и теперь выбираю личинки. Как можно малого. Фонарик хорошо помогает в этом. И личинку переношу вместе. Поначалу, конечно, кажется, что это все очень сложно, что не получится. Но я вас уверяю, смело покупайте вот эти наборы. Достаточно 4-5 рамок привить вам. Ну, первый раз, может быть, что-то будет не получаться. Но вот чем больше будете прививать, тренироваться, тем быстрее рука у вас набьется. И потом уже будет все это все легко делать. Тучиться надо. Так как это один из способов уйти от роевого состояния. То есть можно по весне просто маточку поменять и все. От лучших семей взять. Ну, вот таким образом прививаются личинки. После того, как рамка привита, ее рамочку сразу в пакетик для более стабильной температурки. Если, допустим, прививаются две рамки, то не надо вот две рамки привить, а потом перенести. То есть одну рамку привил, сразу надо отнести. Чем меньше находятся личинки вне гнезда, тем лучше. То есть вот пакетик и воспиталку, несу в воспиталку ставить. Ветер сильный. Ветер сильный. и плотно прижимаем к другую рамку. В магазин сироп каждый день, в течении 5 дней, или медовый сироп, или сироп с добавлением витаминов. Я добавляю каретин, ну или любые хорошие витамины. Кормить надо до запечатанной маточником, и чем больше маточников дается на воспитание, тем больше вероятность того, что нужно обязательно ставить дополнительную подкормку. Вот сразу можно наливать, раз в день, лучше к вечеру, по пол литра. Если корма мало, то тогда, конечно, еще и больше надо, чтобы корма была в достану, чтобы пчела не экономила корм на личинках. Чем лучше кормят личинок, тем крупнее матки выведутся. Ну вот, все, поставил я прививочные рамки. Ну и теперь, в продолжение, в следующем видео, буду одевать бигуди, показывать и обрывать маточники на рамку. Спасибо за просмотр!